Мария Николаевна, Вам слово, пожалуйста. Спасибо, Александр Алексеевич, Русакова, фракция КПРФ. Ну, удивительно, почему, например, не 10 дней предлагается выборы проводить. Тогда уж точно бы мы развели людей и больше трех бы не собирались на избирательных участках. Хотя, как показала практика проведения в таком формате, в последний единый день голосования, это не помогло избежать вспышки заболеваний. Вторую волну мы все равно с Вами получили. Тем не менее, коллеги, я бы хотела Вас предостеречь. Понятно, что это один из дополнительных механизмов, так или иначе, лишить все-таки прозрачности выборный процесс. И все больше появляется вопросов к легитимности тех итогов, которые мы с Вами получаем. Но, чтобы Вы не делали, как говорится, сову на глобус не натянешь. И какие бы ухищрения Вы не придумывали, уровень поддержки населения сегодня надо зарабатывать принятием и улучшением уровня жизни, а не, скажем так, упрощением для себя процедуры голосования. Я хочу напомнить о том, что подрыв, вообще веры в легитимность избрания органов государственной власти, ну, это вообще-то путь, скажем так, к разрушению государственности. И, как сказал Томас Пейн, когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным. Так вот, когда Вы лишаете людей веры в легитимность итогов выборов, тем самым Вы подрываете основы нашего государства.